Уже на старте всероссийского проекта «Лидеры России» стало понятно, насколько он востребован. Количество заявок от участников превысило прогнозы в 20 раз. Их подали около 200 тысяч человек. Ну а до финала в Сочи добрались всего 300 лучших. Я, пожалуй, еще никогда не выступал в аудитории, в которой одновременно находилось 300 миллионеров. Такой шуткой финал конкурса «Лидеры России» открыл один из его идейных вдохновителей, первый замруководитель администрации президента Сергей Корниенко. Действительно, каждый из финалистов всероссийского проекта, а это представители 54 регионов, уже получил грант в 1 миллион рублей на повышение квалификации и обучения. На финал у меня самые большие-большие планы и ожидания. Мы уже познакомились с ребятами из многих регионов, много пересекающихся идей, проектов. И я думаю, что это будет очень позитивно, это будет способствовать развитию именно меня как в профессиональном плане. Но главная награда – это все-таки не деньги, а возможность пообщаться с лучшими управленцами страны. Каждый из наставников по итогам конкурса выберет себе подопечных, с которыми в течение года будет делиться опытом. Наставников в конкурсе 39. Это крупные руководители государственных и коммерческих структур, губернаторы, топ-менеджеры, министры. В их числе, например, Сергей Лавров, Игорь Шувалов, Герман Греф, Алексей Кудрин и другие. Свой мастер-класс участникам сегодня дал и мэр Москвы Сергей Собянин. Они специалисты, каждый в своем деле. Там есть и строители, есть работники услуг, есть финансисты, есть экономисты, люди разных специальностей и направлений. Конечно, могут прийти с какими-то новыми идеями и предложениями для того, чтобы сделать работу правительства более эффективной. Для многих участников конкурс станет кадровым лифтом. Ряд наставников уже заявили о том, что будут присматриваться к талантливым управленцам на предмет трудоустройства. Ну а для Сочи финал конкурса «Лидеры России» стал очередным крупным мероприятием. Таких в год город принимает около 300. Мы действительно приветствуем сам тот факт, что местом проведения финала выбран Сочи. И действительно, со всей России здесь сегодня находятся 300 финалистов. То есть, это самое лучшее из лучших для города Сочи. Это большая честь и уважение. В ближайшие дни участников конкурса ждут мастер-классы, деловые игры, встречи с экспертами и оценочные мероприятия. По их итогам 11 февраля будет отобрано 100 победителей. Они смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.